Уважаемые выпускники школ, уважаемые родители, с 15 июня во всех колледжах и техникумах Московской области начинается приемная кампания. Поступление на профессии и специальности на бюджетные места, то есть на те места, которые финансируются за счет средств бюджета Московской области, будет продолжаться до 14 августа. По специальностям пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, технология эстетических услуг, технология парикмахерского искусства, садово-парковое и ландшафтное строительство. Прием документов заканчивается 9 августа. Далее абитуриенты сдают вступительные испытания. С содержанием и датой проведения вступительных испытаний вы можете ознакомиться на сайте колледжа в разделе «Вступительные испытания». Щелковский колледж сегодня – это 8 структурных подразделений, 4 в городе Щелково и по 1 во Фрязино, Фрианово, Лосино-Петровском. Головное подразделение располагается в деревне Долгое Ледово городского округа Щелково. Подать заявление на поступление вы можете в любом подразделении, но мы вам рекомендуем отнести документы в то подразделение, где вы собираетесь проходить обучение. Вы увидите здание, помещение, познакомитесь с сотрудниками и уж точно не перепутываете, куда приходить на линейку 1 сентября. Выбрать профессию по душе очень важно. Мы разделяем ваши волнения и постарались сделать наш сайт максимально информативным. Разместили подробную информацию о поступлении, о каждой профессии и специальности. На сайте вы найдете и тесты по профориентации, и номера телефонов приемной комиссии. Также мы разместили контакты специалистов, которые смогут вас проконсультировать по особенности той или иной профессии. В Щелковском колледже идет набор в этом году на 39 профессий и специальностей, 32 из них на бюджетной основе. В этом году набор на бюджет мы увеличили на 50 мест и составит он всего 900 мест. И мы надеемся, что этого хватит для того, чтобы все желающие смогли обучаться в нашем колледже бесплатно. Вы часто задаете вопрос, какой средний балл аттестата должен быть, чтобы попасть на бюджет. Во-первых, что такое средний балл аттестата? Это сумма всех оценок в аттестате, деленная на их количество, то есть на количество предметов. Высчитывается оно до тысячных, то есть три цифры после запятой. Предугадать, какой средний балл окажется проходным, невозможно. Это зависит от того, сколько абитуриентов и с каким средним баллом аттестата подадут заявление на определенную специальность. С 15 июня по 14 августа мы принимаем документы от абитуриентов и ежедневно выстраиваем рейтинг среднего балла аттестата от большего к меньшему. Первые 25 абитуриентов с наилучшим средним баллом получают возможность поступить на обучение бесплатно. Если 25 и 26, не бывает даже, что 27 и 28 поступающие оказываются с одинаковым баллом, то комиссия смотрит в первую очередь на наличие договора о целевом обучении и во вторую – индивидуальные достижения абитуриентов на всероссийских конкурсах и чемпионатах. Договор о целевом обучении заключается с организацией, которая заинтересована вашим обучением в нашем колледже. Образец и соответствующие информации размещены на сайте. Рейтинг абитуриентов вы можете отслеживать на сайте колледжа. Следите за своим рейтингом и самостоятельно принимайте решение, на какую специальность вам поступать. Еще раз обращаю ваше внимание, прием на бюджетные места осуществляется с 15 июня до 15 августа 2021 года. Подать документы важно именно до 15 августа. 15 августа, воскресенье, подать документы вы не сможете. Не важно, в какой день в указанный период вы подадите документы, важен только ваш средний балл. Поэтому, пожалуйста, сначала соберите полный пакет документов в соответствии с перечным, расположенным на сайте, и только потом приходите в колледж. Если вы затрудняетесь с выбором специальности, то можете подать заявление на несколько специальностей в одном или в нескольких колледжах. Но важно, чтобы до 14 августа вы принесли оригинал аттестата именно тот в колледж, в котором все-таки решите проходить обучение. Абитуриенты, закончившие 11 классов, могут подать документы на платное очное обучение по специальности «Операционная деятельность в логистике» сроком 1 год 10 месяцев. Мы надеемся, что поступление в колледж не будет сложным, и вам удастся хорошо отдохнуть перед началом обучения в нашем колледже. Всем здоровья, удачи и хорошего лета!